Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем смотреть обновление 3.6 игры My Little Pony от компании Gameloft. И у нас началась акция. Итак, метконосцы, у нас есть свой клуб, карта и песенка, вот только у нас до сих пор нет отличительных меток. Песня, конечно, хорошая, но может у кого-то есть идеи, что мы делаем не так, например, всё. Может мы плохо стараемся, из-за этого не можем раскрыть свои таланты. Предлагаю попробовать себя во всех сферах, чтобы понять, что нам больше подходит. Начнём сейчас же. Да, вот это настрой, скоро весь мир заговорит о меткоискателях. И у нас новое предложение за реальные деньги, это поняшка Strong School Pony, которая была сильной школьной пони, там передвигала всё на свете, у неё китимарка ёжик. И также карта Apple Bloom из серии, тоже соответствующая про карты. И сердечки. Отлично, значит у нас эта поняшка, наверное, будет в заданиях, я так думаю. Так, для начала давайте я соберу жетоны, пока я про них вообще помню. Да, жетоны, кстати, собираются достаточно неплохо. Let's do this. Нет, давайте я соберу, а потом назначу, вдруг у нас эти пони нужны будут для других дел. Так, эти собрали, вот эти ещё, я помню, у меня тоже чем-то занимались тут. И ты, и ты. Так, тут вот прям с этими самыми спортспрайтами. Так, давайте посмотрим. Во-первых, акции. В поисках знаков отличия даётся нам 11 дней, ну то есть 12, если не считать уже прошедших, очевидно, 3 часов начала акции. Первый этап у нас Лиза Дулотос. Дулотс? Дулотс. Дулотс, наверное. Второй этап у нас школьник Авантюрист, который печатал. Третий этап школьник Пуффи Мейнт. Четвёртый этап, о, Баттон. Баттон, прикольно. Ну, это самое, да, это самое сложное, будет до него успеть. И на пятом этапе это то, что получат все знаки отличия, то есть в любом случае у меткоискателей появятся знаки отличия, когда мы дойдём до конца таймера, то есть это получит всё сообщество. По-любому. Это без вариантов, то есть самый главный приз у нас в этой линейке это Баттон. Ну да, в принципе солидный приз, если считать из жеребят. Следите за обновлением, приключения, на-на-на-на-на. Так, давайте посмотрим, сразу назначим, назначат, я даже не посмотрела, а что они, и сколько делают, вот, три часа, а ты, а ты, тоже, нет, три с половиной часа. Послушайте историю о том, как мои друзья получили эти чудесные знаки отличия, они начали с участия в этом сумасшедшем шоу талантов. Это то самое шоу талантов, где они ещё песенку пели, да, вот это вот, это ещё вообще очень давно было. Отлично, это была одиночная глава, очевидно, нам даётся, значит, 18 реквизитов нам надо собрать, и даётся нам на это, наверное, пару дней, судя по, если раз, два, три, четыре, пять этапов, 12 дней поделить, ну, где-то, короче, пару дней нам будет на это задаваться, или три дня, три, 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 да, по три дня нам на этап, получается, даётся, три, 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 и, да, наверное, по три дня этап. Сообщество, так, 168-й, что-то мне кажется, мне не повезло с топом, хотя, вы знаете, если смотреть на призы, то мне нравится больше магазин, чем пони, поэтому я буду не против остаться на вторых позициях. Значит, топ 10, 20, 18, ну, не две тысячи хотя бы, то есть, ну, не знаю, насколько я попала в какой топ. Топ, давайте назначим остальных пони, которые у меня есть, вот, пипсквик у нас будет занят, он, помните, жетоны тоже есть, и тебя назначим, и тебя назначим, тебя назначим, у нас жеребята одни отдуваются, Вот они, новые поняшки, которых у нас ещё нету, магазины новые, и всё остальное новое, понятненько. Ну, ладно, вот, короче, у нас это чисто жеребячий забег, кстати, какой-то магазин интересный, я не знаю, что такой. Чего у нас тут, в принципе, не поменялось, ну, как бы, ага, и наши акции, вот тут акции. А, понятно, ведь оно теперь снизу, так вот это соц. часть, мега-акция, вот это просто обычная акция. Короче, одни же ребята у нас жеребить будут. Так, что у нас есть в магазине, что-нибудь нам добавили в магазин? Да, кстати, сегодня добавили скидки на магазина, в магазине скидки на магазина, да, и я купила ларёк со свистками в Кристальной Империи, который не могла купить очень долго уже, и один из магазинов в Контерлоте, который... Магазин свитков, по-моему, назывался, такой, свистки-свитки, такой красивенький, голубенький. Так, отлично, что у нас нового? А, кстати, вот я ещё хотела отметить, школа танцев есть, представляете, то есть можно не мучиться с Зести, можно её просто потом как-нибудь купить, когда накопишь. Так, у нас три пони, вот они, жетонные наши, то есть они никуда не ушли. Кстати, уже, видите, у меня по шесть жетонов, так и собрать скоро можно. А новых пони нам пока не добавили. Короче, ничего не добавили. Ферма, давайте выберем акция ферма, Контерлот, только магазины, Кристальные перья, только магазины, а если новинка, магазины. А, вот, смотрите, она есть у нас и здесь. Школьница-силачка, 275 камней, бонус плюс два реквизита, солнышко это. Вот, но я пока покупать, наверное, и не буду. Контерлот, кстати, да, фургончик Трикси тут тоже. Понивиль, Понивиль, Понивиль. Так, то есть из нового нам опять показали только одну пони, да, фактически. Ну, я вам могу сказать, что вышел на канале Геймлофта трейлер этого обновления, и там показалось, что почти весь новый реквизит, ну, новые декорации, все остальное будет на ферме сладкое яблоко. Именно поэтому у самой Селестии ничего мы не видели, потому что у Селестии магазин. Город ее в Понивиле строится, да, на ферму мы к ней съездить не можем, а весь новый декор, как я понимаю, будет сосредоточен именно там. Там я вам, наверное, просто ставлю скриншотик из этого трейлера, конкретно с этими декорациями, там декорации с школьной площадки и все такое в таком духе. Я немного тут помедитировала по поводу того, что же я хочу потом, наверное, купить за камни, и это будут, скорее всего, магазины, которые нужны для двух пони, по-моему, две мелодии наложились друг на друга. Вот тут, смотрите, вот эти две пони, которые нам будут даваться по этапам, вот эта синенькая и вот этот кучеряненький, видите, чтобы они давали потом знаки отличия, которые мы, кстати, собираем, мы собираем знаки отличия в этот раз, чтобы они зарабатывали знаки, нам нужны будут для них магазины, там какие-то классненькие магазины, магазин то ли сладостей, то ли чего-то такого, и какой-то, очевидно, арт-мастерская, вот это, наверное, у кучеряненького. И я, наверное, камни оставлю на эти магазины, потому что я смогу, как обычно, купить только две чего-нибудь штуки из всего обновления, И, судя по всему, у нас это все будет теперь постепенно выкладываться, потому что сейчас у нас только вот эта сильная пони есть в магазине, но я на первый этап ничего все-таки тратить, наверное, не буду. Лучше я потом нагоню вот этими поняшками с магазином, чем на первый этап сейчас буду спускать камни. И, допустим, видите, вот эта вот пони с косичкой, как бы если нажать перейти, то она просто дает магазин, и только мы понимаем, что она будет жить на ферме сладкое яблоко, самой пони тут еще нет. То есть, очевидно, они решили в этот раз выкладывать постепенно, когда начинается этап, тогда и выкладывать поняшек, которые для этого этапа нужны. Возможно, так они хотят немножко уравнять игроков в том плане, что многие с самого первого этапа скупают все вот эти ништяки в магазине, которые дают бонусов больше, и начинают быстро ими зарабатывать, и наращивают, 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 и очень большой отрыв потом в соц. части. Если они будут вводить это постепенно, возможно, отрыв будет более минимальный, потому что нельзя будет вот с самого начала все закупиться и сидеть, собирать жетоны, да, надо будет активно участвовать во всех этапах. Может быть, не знаю. Вот, и сам домик, смотрите, изменился. Ей, join the mega event. Присоединяйся к mega event и помоги меткоискателям получить их знаки отличия. Ей, ну, там уже поняли, что все получат, что получат все. И, кстати, смотрите, какое классное у нас место ивента теперь с домиком. Наверное, лучше еще смотрится на ферме «Сладкое яблоко». Давайте попробуем там скататься, посмотреть. Но да, тут у меня все заставлено. Да, тут мне лучше, тут все заставлено. В общем, основные ништяки, я так понимаю, будут именно для фермы. Кстати, мне еще написали, что модельки меткоискателей изменились. Но я, честно говоря, не помню, как они выглядели раньше, поэтому я не знаю, ну, может быть, изменились. Может быть, нет. Попросить поняш проголосовать за... А, ну да, точно, да-да-да. Это она уже просит голосовать за пипсы, как голосование. Что у тебя с серыми глазами? Короче, пони занята. Назначила, кстати, жетонных, если что, не переживайте, пока пауза была. В общем, собираем дальше жетончики, собираем дальше поняшек из магазинов. Я буду покупать что-то вот на следующие два этапа. Или на второй-четвертый, наверное. В общем, вот это там, где магазины. Потому что поняшки, ну, я не знаю. Хотя, если будут какие-то более интересные пони в магазине доступны, может, что-то и куплю. Но на первый этап я решила не тратиться. Потому что во всех акциях остальных первые этапы были самыми простыми. И я думаю, что стоит обождать немножко. Ну, насчет ранга я, честно говоря, не знаю. У нас в этот раз, смотрите, первые 100, потом следующие 400, и еще следующие 500. Ну, в принципе, неплохо. Вот я надеюсь, что на магазине я смогу потом удержаться со временем. Хотя начала я не очень хорошо. Но в плане группа так подобралась, что я уже где-то там в середине, в конце, наверное, была, когда по времени начинала. В общем, я, наверное, следующий ролик буду записывать уже, ну, как минимум, после окончания первого этапа, а то и дальше. Потому что чистить я с ними смысла особого не вижу. Ну, и, наверное, удачи и терпения нам с этим мега-эвентом. Благо, он не особо длинный. Надеюсь, что каникулы, поездки на дачу и так далее и тому подобное как можно меньшему числу людей помешают принять в этом участие. Но, с другой стороны, лишний раз поиграть на улице, возможно, тоже лучший вариант, чем сидеть все время с планшетом. Так что желаю вам особо на этом не зацикливаться. Ну, и, конечно, надеюсь, что в ближайшие дни игра уже точно у всех обновится. Потому что, знаешь, что на андроидах пока вроде еще не у всех дошло обновление. И как-то они сильно рановато запустили вент, на мой взгляд. Потому что, да, как-то андроид немножко волнами накатывается. И последнее время не у всех одновременно выходит. То есть он как бы выходит на iOS и на андроид одновременно. Но участие пользователей андроид он есть, участие андроида нет. Вот тот АПК-файл, который ребята вытащили, не всем подходит. Поэтому я не знаю, как быть тем людям, которые еще не обновились и не могут обновиться. Я, честно говоря, тут ничем абсолютно помочь не могу. Пишите в техподдержку, может быть, они вам что-то посоветуют. Тогда следующий ролик я буду снимать уже как минимум после окончания первого этапа. А то и дальше, то есть через несколько дней. Надеюсь, этот ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok